Останутся, во-первых, в России. Чехол будет здесь затираться, идет обработка, антикоррекционная пальца, что в Шарвей не докладывает смазки. И также на части, которые должны у нас практически 38 мм. Пыльником я его даже не поставлю. Заходит очень приятно. Знаю, но все равно хочется сказать, что мало, да, смазки? Приятно входит. Шарвей просто пупчик. Друзья, всем привет. Буквально на днях мы ездили к одним очень крупным логистам, просто на склад. Они хотели показать и рассказать о нынешней ситуации на рынке автозапчастей. Ситуация на самом деле очень напряженная. Почти все топовые бренды уходят с рынка российских запчастей. Мы видели явно опустевшие стеллажи, где осталось только неликвидный товар, такой залежалый, весь в пыли. И новых поступлений, брендов, которые у всех на слуху, явно нет и не ожидается, о чем нам напрямую сказали. Явно склады заполняются китайскими аналогами и всякими безымянными новыми какими-то брендами, никому не знакомыми. И на фоне этой ситуации мы решили выделить для себя какие-нибудь фирмы, которые останутся, во-первых, в России, либо уже находились в России. И, соответственно, посмотреть качество изделия и, собственно, рассказать вам об этих запчастях. Я думаю, это очень важно. Сегодня тема у нас импортозамещения с шаровыми опорами. Так, друзья, мы разложили шарвейс по ценовому сегменту. Это высокий ценовой сегмент. Здесь у нас средний и самый такой доступный для каждого человека. Давайте сейчас прям по брендам посмотрим, оценим комплектацию, с чем идет у нас шарвей. Как правило, голая шарва идет крайне редко на сегодняшний день. Ну и давайте начнем с лимфердер. Лимфердер это у нас, в принципе, они, как в свое время, поставляли на конвейер. Знаменитая сова. Все о ней знают, у всех на слуху. Посмотрим на качество шары и ее комплектацию. Во-первых, друзья, лимфердер в три раза дороже даже среднего сегмента. И скоро на рынке его у нас катастрофически будет не хватать. Поэтому просто оценим комплектацию. Шарва выглядит вот таким образом. Вот мне нравится, что идет в чехле. Это однозначно плюс. С этим чехом шарвую можно устанавливать, тем самым уменьшить риск повреждения резинового пыльника. Но пыльник так или иначе у нас резиновый. Смазки мы не видим сколько. Обязательно сегодня мы с каждого снимем пыльник и посмотрим, хотя бы визуально оценим количество смазки. Идет у нас стопорное кольцо, которое несет более такой декоративный характер. Мне не нравятся такие стопорные кольца. Они крайне ненадежные. Бывает, что они тоже соскакивают. И стук при вылетании шаровой из рычага, стук очень сильный и серьезный. К тому же некоторые специалисты их почему-то не ставят. Говорят, они вообще плохие. Идем дальше. Фирма Сайдом. Шарва идет без чехла. Резиновый пыльник. Хочу отметить сразу один важный момент. Пыльник не очень удобный для монтажа. К тому же мне никогда у Сайдома не нравился палец. Видно вот эту обработку, где у нас металл голый, а где он был обработан. То есть вот этот металл подвержен коррозии, ржавчине и так далее. Что в принципе мы видим и на Лимфердере. Знаменитом топовом. Комплектация у Сайдома, конечно, порадовала наличием вот этой пластиковой шайбы. Это очень хороший элемент, который продлевает срок службы пыльника. У нас об этом есть старый, но очень хороший ролик. Посмотрите, пожалуйста, в подсказке должен выскочить. Там мы говорим, что сделать, чтобы шарва ходила дольше. Ситуация сильно не изменилась. Наличие этого пластиковой шайбы, она обязательна. Их можно заказать отдельно. Также, я думаю, что номера будут в описании. Посмотрим на стопорное кольцо. Стопорное кольцо также не отличается своей надежностью. К тому же, оно здесь совсем не обработано. Голый стальной металл, голая сталь. Соответственно, коррозия. Будет все это ржаветь. И ничего хорошего из этого не выйдет. Единственное, что у Сайдома есть антикоррозационное покрытие с самого корпуса. Куда мы напрессовываем. Идем дальше. У нас пеленга. Такой же у нас пыльник. Вот мне никогда не нравилось стопорное кольцо. Вот посмотрите, как оно впивается в резиновый чехол. Мы знаем, что у нас шаровая, она будет наклоняться. Соответственно, чехол будет здесь затираться. Вот видите, я его уже могу проткнуть. То есть, с этим, конечно, нужно что-то делать. Такое стопорное кольцо в коем случае оставлять нельзя. Кстати, на Сайдоме ситуация абсолютно такая же. Я забыл глянуть на Лимфердере. На Лимфердере, в принципе, оно более лучше уложено. Тут есть специальная такая кромка, бороздка. Но, тем не менее, если я пыльник сдавлю и наклоню, то мы также можем уколоться об это место. Комплектация пеленги идет уже с более хорошим стопорным кольцом. Полноразмерным, надежным. Но, тем не менее, по стопорным кольцам пыльника есть вопросы. Есть ряд вопросов. Посмотрим количество смазки. Также мы видим, что сам палец не обработан. Корпус шаровый не обработан. Все это может ржаветь и гнить. Идем дальше. Финокс. На Финоксе ситуация с пыльником абсолютно такая же. Не очень приятно. Палец не обработан. Мы видим, зато выбито название фирмы. На самом пыльнике. Пыльник ходит достаточно плотно. Комплектации идет шаровый болт, стопорное кольцо и гайка шарового болта. Кстати, хочу сказать сразу. Слесаря очень не любят эти болты. Говорят, плохие. Возможно, просто из них никто не пробовал одиннодрическим плечом их затянуть. Поэтому я бы не спешил с выводами о качестве этого болта. Конечно, болт в комплекте это хорошо. Но не забывайте, что за болт в конечном счете платите вы. Фэбест. Комплектация с хорошим стопорным кольцом. Сам корпус шаровый обработан. Палец у нас не обработан. С пыльником ситуация такая же. Мне не очень нравится. Пыльник. Стопорное кольцо и пыльник, конечно, оставляет вопрос. Вот вы видите, даже пыльник садится неровно. Не знаю, почему от этого никто не уходит. Резиновый чехол обычный, как, в принципе, и на представленных всех остальных шаровах. Это обычная бензостойкая резина, которая на определенную температуру работает. Потом, соответственно, она может задубеть. И подвержена очень большая опасность. Зимой, после оттепеля и резком морозе у нас образовывается налезь. Этот лед может повредить чехол. Для обзора мы выбрали российскую компанию. Это компания Трек. Кстати, единственная из всех представленных шаров изготавливается в России. Причем я полазил по сайту, выяснил, что все сырье, все необходимые компоненты полностью российские. От металла и заканчивая смазкой, чехлами и так далее. Давайте посмотрим. Мы выбрали комплектацию с двумя шарами. Но даже с одной вы получите шаровую опору и полноразмерное отличное стопорное кольцо. Единственная шарлай, кстати, оказалась, где у нас идет обработка антикоррезационная пальца. И, как указано на сайте, антикоррезационная обработка корпуса. Палец обработан, кстати, по всей длине. И также сам шарик, который у нас рабочая часть. Его, конечно, не шариком называют по научной. Посмотрим на пыльник. Пыльник меня достаточно порадовал. Мы видим, что у нас, во-первых, пыльник идет прозрачный. Вы можете контролировать количество и состояние смазки. Ведь очень много пишет в комментариях, что в шаровой не докладывают смазки. Хотя уверен, что это абсолютно не так. На производствах используют специальный дозатор. То есть внедряют смазку определенного нужного правильного количества. Если туда добавлять, она потом будет у вас вылазить. Это ни к чему хорошему тоже не приведет. Идем дальше. Стопор лежит очень хорошо в пыльнике. Как вы видите, пыльник не задирает, не колет. Он даже немножко под конец у нас идет сплющенный. Это мне очень нравится. К тому же мы видим, да, как он идет и какое четко идет разделение. То есть стопорное кольцо у нас, конечно, топчик по сравнению с другими. Кстати, друзья, у трека единственного чехла с шаровой опорой выполнен из масло-бензозоностойкого термопластичного полиуретана. Который по сравнению с обычным резиновым чехлом, масло-бензостойким, я уверен в этом, имеет в три раза выше прочность и устойчивость к морозу. До минус 65 градусов. Мы, кстати, одну шаровую трек разобрали, пожертвовали ей. И мы видим, что у нас палец полностью обработан. Очень-очень приятное изготовление. Здесь вот есть специальные такие прорези. Это для полного наполнения смазки. И смазки, как вы видите, здесь в достатке. Она распределится в процессе работы. И у вас будет все смазано так, как нужно. Мы выбрали шаровые с круговыми проточками. Но у всех из представленных фирм есть шаровые с одиночной проточкой, у которых применимость немного уже, чем у шаровой с круговой проточкой. С круговой проточкой шары у нас подходят на все Логаны, Сандеры, Ларгусы до выпуска 2013 года. Megane 2, Scenic 2, Clio 3. Все, что на базе Megane 2 и Scenic. Друзья, погнали дальше. Понятно, по пыльникам, по смазке. Это мы еще вернемся к смазке. Обязательно посмотрим, заглянем в каждый. Сейчас мне важны геометрические размеры именно части шаровой, которые будут запрессовываться в рычаг. Как вы увидели, они все запрессовываются в рычаг. Вот я взял специально от старого-старого второго Megane рычаг. Судя по этому месту, я думаю, понятно, что здесь шарова менялось очень много. Очень большое количество раз. И также на части, которые должны у нас, должна запрессовываться шара, мы видим, что уже живого места не осталось. Давайте померим вот по округу диаметр отверстия под шаровую опору. Мы видим 38 миллиметров. Зафиксировали 38 миллиметров диаметром нашего рычага и смотрим. Лимфердер у нас практически 38 миллиметров. В принципе, лимфердер в такой шатный рычаг у нас выскочит. Как вы видите, я его почти запрессовал от рук почти до конца. То есть уже не пойдет. Но мне нравится, как устанавливается эта шарова в рычаг. Это, конечно, защитный чехол. Это очень большой плюс. Нет риска повредить пыльник при установке. Посмотрим, как входит сайдом. Пока от рук, да? Смотрим. Чехол немножко препятствует мне. То есть я уже вынужден чехол поддавливать. И аккуратно-аккуратно туда его запрессовывать. Ну, сайдом вроде у нас уперся прилично. Посмотрим его. Ну, у него размер почти как у лимфердер. Я думаю, что размер чуть больше из-за покрытия. В принципе, поставить и попробовать. Попробовать. Но шарва при этом будет уже со следами установки. И в случае чего вы эту шарву уже не вернете. Если лимфердер я просто прикинул, сразу понимаю, что размер мне нужен другой, ремонтный. С лимфердер уже не пойдет. Идем дальше. Пеленга. Пыльник резиновый тоже. Ну, тут уже полегче заходит. Немножко цепляется об края юбкой пыльник. Вот этой юбкой может снять. Зашел более-менее плотно. Ну, размер, да, где-то 38,5. Как и у сайдема, у лимфердера чуть меньше. Финокс. Да. Чтобы мне поставить финокс, нужно будет полностью мне стянуть верхнюю часть пыльника. Вот. Видим, да, что я делаю. Так как у него очень большая получается кромка под пыльник. Что-то ни капли смазки не вышло пока. Интересно будет внутрь заглянуть. И вот таким образом мне приходится ее внедрять. Ну, она провалилась. Нет, такую шару, наверное, сюда лучше не ставить. Попробуем. Посмотрим диаметр ее. 38,5. Ну, как-то достаточно легкий заход. Ну, ладно. Опять-таки пробовать. Так, идем дальше. Фебест. Фебеста пыльник поплотнее, но тоже мне пришлось его... Ой, тут вообще что-то... Нет, друзья, с пыльником... С пыльником я его даже не поставлю. Пыльник у Фебеста придется снимать, чтобы безопасно запрессовать шарлы. А это, на самом деле, очень плохое занятие, учитывая, что автомобили редко после мойки загоняют в ремонт. И очень великий риск попадания сразу в рабочую часть шаровой песка, смазки какой-нибудь. Ну, ничего хорошего в демонтаже пыльника на новый шаровой я не вижу. И всегда есть риск повредить на новый шаровой. А за работу вы уже оплатите. Теперь берем трек. Мы видим, что пыльник у нас идет елочкой. Заходит очень приятно, плотно. Кстати, весьма удобно. То на меня уже наживилось шаровой, уже наживилось в рычаг. И я же меняю шаровой на месте. Я думаю, вы смотрели мои ролики, мы покажем как. И вы видите, шаровой у меня практически уже не выпадает просто от рук. Но я вижу, что она даже не начала запрессовываться. То есть шлицевая часть не пошла. И я уверен, что я могу прям гарантировать, что этот шаровой зайдет в этот рычаг разбитый и будет там сидеть очень надежно. Давайте померяем ее диаметр. ФБС я даже не хочу мерить. Идет больше 38,5. 38,6 где-то. Где-то. Я не умею пользоваться штангами. Друзья, с размерами мы разобрались. Пока явный плюс я могу отметить и гарантировать, что шаровой у меня в процессе эксплуатации из рычага, именно из рычага не выпадет. Только фирмы Трек. Поэтому Треку опять идет плюс. Сейчас мы снимем пыльники. Задерем их. И посмотрим количество и наличие смазки на каждом. На самом деле, за него достаточно большое количество времени снимать пыльник с каждой шаровой. Хорошо, что на Треке он прозрачный. Не надо было снимать. Это просто супер топчик. Охренительный. Большой крупный плюс. Хочу отметить сразу, что смазка в шаровую опору закладывается для дополнительной защиты от влаги пальца и внутренностей шаровой. Для трения я не уверен, что она сильно там поможет, учитывая, что фторопласт очень сильно облегает сам палец. Но тонкий слой все равно присутствует. Конечно, будет легче пальцу ходить в шаровой. Взглянем на Трек. Вы можете сразу оценить количество и качество смазки. У единственного производителя на сайте я нашел, что за смазка используется. Это ШРБ-4. Можете про нее почитать в интернете. В открытых источниках все есть. Поехали дальше. ФБС. Смазка присутствует. Про количество ничего не скажу. Пыльник явно будет суховат. Финокс. Также мы видим, что пыльник суховат. Вся смазка как-то упакована внутри. Пеленга. Также вообще очень... Ну, не знаю. Но все равно хочется сказать, что мало смазки. Смотрим сайдом. Сайдом очень большая вообще ниша под палец получается. Но смазка присутствует. В пыльнике ее практически не осталось в момент демонтажа. Ну, ильнифердер, в принципе, наверное, как и у Трека, смазки обильное количество. Ну что, друзья, по смазке, я думаю, всем будет все понятно. Все наглядно. Вы все сами увидели. Я для себя выбираю шаровый трек. И я ее сейчас запрессую в Меганский рычаг. И могу гарантировать, что она будет ходить долго, качественно. И не выскочит из рычага, вы ее не потеряете. Поэтому этим сейчас и займемся. Так, друзья, будем запрессовывать. Я вот сейчас уже наживил. У меня шаровой никуда не денется. Это просто кайф. Это очень удобно на самом деле. Сейчас запрессуем моей струбциной, которой я делаю эту процедуру на месте, на автомобиле. Заодно посмотрим, подойдет ли моя приспособа многострадаческая, видно, да? Под шаровый трек. Так, садится четко. То есть можно смело рисовать. Упор мы делаем на нижнюю часть. Здесь мы ставим чашку. Две чашки. Пробуем. Иссилие очень хорошее. Приятно входит. Главное, чтобы не было перекосов на автомобиле. Это делать удобнее, я скажу. Шарва вошла у нас четко. Пыльник, как вы видите, абсолютно не поврежден. Стопорное кольцо сядет прям на самый заход шарвый. Сейчас заодно и попробуем внедрить стопорное кольцо. Да, кстати, в момент монтажа стопорного кольца тоже часто я видел, что повреждали шаровые. Но здесь устройство пыльника, вот это елочкообразное, очень удачное. Как вы видите, стопор сел просто чудесно. Затестим палец. Очень мягко, без каких-либо посторонних хрустов. Ходит плавно. Это, кстати, тоже очень важно. Иногда, когда палец очень жесткий, он даже работает с рывками. И иногда это слышно при езде. В случае с треком я могу прям с чистой совестью рекомендовать вам фирму трек к замене. Шарвый просто топчик. Друзья, на самом деле мы очень долго выбирали шарвы. Разные фирмы ставили. Мы знали, что рано или поздно мы встретимся с дефицитом шаровых. Но теперь, после того, как я увидел, как работает шарвая фирмы трек, я уверен, что нам будет что ставить людям, за что не стыдно. И можно давать гарантию. Я прям вот минимум год. Это прям минималка. Независимо от пробега. Ее убить будет достаточно сложно. Пыльник шикарный. Туда точно не попадет вода. Его очень сложно порвать. Налить. Он ничего не будет бояться. Плюс ко всему, к этому, друзья, цена. А, посмотрите, сколько она стоит. Я специально в ролике не говорю. Вы должны своими глазами это увидеть. Ссылка в описании. Там можно купить ее на Азоне, заказать. Прямо у производителя. Без наценок интернет-магазинов. Можно в их фирменном интернет-магазине также приобрести ее. Друзья, на этом у меня все. Я благодарю всех за внимание. Надеюсь, было интересно. Надеюсь, было полезно. Всем пока. Удачи на дорогах. Продолжение следует...